Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Игнатий Тиконович, я сегодня был на богослужении в Свято-Анфимском храме в селе Потеряевка и обратил внимание, как крупным шрифтом в коридоре, там где находится... И в коридоре, в притворе. В притворе. Находится объявление, правила поведения в храме. Церковная дисциплина. Церковная дисциплина. Я обратил внимание на то, что не делается, ну, наверное, не в одном храме. Это первое, что я заметил. Во-первых, нужно приходить не менее чем за 7 минут до богослужения. Кто пришел позже, не допускается, пока не начнется богослужение. И все стоят молча, не разговаривают, не ходят по храму. Дальше там написано, какое идея не должно быть. Причем со ссылкой на Священное Писание, на книги Ветхого Завета, Нового Завета. Одеяния для женщин и мужчин. Обращайте на себя внимание, что такое деяние придает человеку только целомудрие. Вот скажите, вот каким образом вам удалось такие правила установить? Видимо, они долго действуют у вас. И весьма полезны были быть для всех храмов. Потому что то, что там происходит в наших храмах, Московского Патриархата, Ну, далеко отличается от той дисциплины, которая здесь у нас. Ну, первое. Все основывается на слове Божии. На первом месте любовь к Библии, ко Христу. Христос и Библия, два слова. Все притягивается к ним. Мы видели, как в церкви шатается народ, ходит, покупает, и чужие все. А 5.13, деяние апостолов, говорится, из посторонних никто не смел пристать к ним. И народ прославлял их за это. Никто не смел вот этот пункт не выполнить. Никак. Чтобы ни одного постороннего не было. Но мы же выполнили. Но выполнили, потому что у нас тщательная подготовка. Вот только крещение сейчас готовят. Ну, говорят, надо катехизация. Я говорю, как была катехизация? Была. Сколько раз? Один раз. Сколько? 20 минут. Все. У нас 500 часов. Ну, что сравнивать-то? Это в полторы тысячи раз больше. В полторы тысячи раз больше. Так не просто мы законы Божии изучаем, через какую частичку подавать. А полное толкование Нового Завета. Это хозаветная песня песней. Противосектантская. Камоны церковные. Вы еще не сказали, что 16 правил на старковное дисциплине, они основаны на соборах семи вселенских и девяти поместных. Почему не опаздываете? Сразу антирский собор. Правило такое-то. Все. Моченые. У нас того бы он ни был, он будет выведен. Если он так, зашел уже в храм. С соглашенными. Пока не примет истинное крещение. Но это сегодня подряд всех надо выводить. Везде. Мы начинали постепенно. Мы заходили в храм. Все время, когда молились, ходили в храм московского патриархата. Молились и стонали. Невозможно молиться. Народ туда-сюда ходит, разговаривает. Особенно эти служки в черных халатах. Это самые главные нарушители. Они стоят задом к алтарю, разговаривают. Свечки эти. Еще там целая четверть она ее тушит, сбрасывает, переплавляет. Воруют. Воры. У нас в устав внесена свечку. Не имеет права никто трогать. Пока она не догорит, помигает и погаснет. У нас не выковыривает еще. Она догорает вся. Это вот в армянской церкви были. Мы там в Грузинской. Там у них так большие протильни. Ну, где хлеб пихот. Засыпан крупно-зернистый песок. Подходит каждый в любом месте. Поставил. Догорело, погасло. Но у вас еще написано, что не просто свечки, а свечки восковые. Чистые восковые. И что делеть масло должно быть не вазелиновое, а именно чистое делеть. А это откуда взято то? Откуда взято? От Серафима Сталковского. Это взято из Леви 10 глава 10 стих. Отличайте чистое от нечистого. Я как-то достал воска. На пасеки покупаем каждый год. Ну, и одна женщина ходила к нам и говорит, а моя мама, а она свечи делает. Я говорю, и можете тут? Конечно. Ну, мы ей это отдали. Приходит, она большую пачку приносит свечи, а они блестят. Я говорю, а почему они блестят? Ну, она, чтобы в трубке не застряли, она смазывала. У нас все среди делали, тоже смазывают, чем растительное масло. А она растопленная парафином. Все данные свечки у нас были забаркованы. Потому что на внешнем слое тонкая пленка, а парафин, а Богу это не надо. Ну, можно с ними где-то там в сарае, заживши, я не знаю, куда бы их дели. Это пропало. То есть строгое исполнение. Чистое, значит, чистое. У нас ни разу не стояла свечка красная, зеленая, они думают, что хорошо. А это я как раз и показываю, что они восковая. У них свечи трещат, как хлорос в аду. Я был на этих свечных, свечном заводе у них там. Там парафин, огромная песчаная, парафин растапливает, какой-то циррозин там добавляет. Не пойму, что там есть. Мы стонали. Как брать торговлю? Как сделать чипсужих не было? Выхода никакого не было. Надо было только образовывать общие. Я помню, заходили мы в Покровский собор, отец Аким, Геннадий Фас. Потом ходили, приезжали люди, архимандриты, которые склонны были к порядку. А теперь, когда у нас все появилось, они это все записывали. Записывали, фотографировали. Мы у себя это видео ни один не вел. Свои как узнали, как на них бросились, как лютые волки. Я говорю, что что-то там было. Меня сразу на другой приход выгоняют. Он построил огромный храм, огромный. Выгон, так уехал он. Они сразу его метят. Там лапки несы, лапкащины, что-то назову там лапотники. То есть бандиты. Пираты захватили корабли, как я говорю. Они ненавидят. Не то, что не знают. Они ненавидят порядок. Ненавидят жить по совести, без обмана, по канонам. Это волки. Залез в общажню, он топчет налево и направо. Перелез передними. Ну а теперь что? Перелез и задними. Тут понятно. Это я беру из Хаджи Мурата и Льва Толстого. Вот так. Поэтому правила мне пришлось составлять. 16 правил. Что взято из новой скрижали. От Симеона Солунского. Указана книга, страница. Эти правила все находятся в нашей книге, на нашем сайте. Для слова Божия нет уст. Там только скопируют книгу. И дальше заряжают. Там устав, ты удивишь. Устав деревенский. Устав деревенской общины. Вот, который здесь есть. Который для регистрации. Они составлены юристом. Послушай, как они умно составлены. А другой, который приходит всеобщий. Если он опоздал раз в эти 7 минут, другой раз. После двух опозданий обязательно писать объяснительную. Или подойти и сказать, я с автовой смены. Тогда не надо. Ну а, с работы. А просто так я проспал. Писать объяснительную. Раз, другой. А третий раз у тебя уже как полная. А отсутствие. Там уже дальше будет разговор. Не надо этого бояться. Сегодня в церкви никакой дисциплины. Вообще никакой. У нас в центре города Никольский собор, бывшая полковая церковь. Мы хотели когда-то ее получить. А там бы ничего нельзя сделать. Она на центральном Ленинском проспекте стоит. Я даже захожу. Торговля идет в одной точке, в другой газеты продают. Черная сотня. Такие реваншистские просто. Профашистские газеты. Все это у них сойдет. Направо мужчина стоит в храме с собакой. В шапке с папиросой дымящейся. В храме. С собой. Маленько. Маленько. Ну видно же, что это же храм-то. Я ему сказал. Да вы что? Он сразу вышел на улицу. Меня увидел служка. Они наблюдают. Он сразу подскочил. Да вы что ему сказали? Я говорю, в шапке-то нельзя в храме с папиросой горящей. С собакой рядом в храме. Храм освещать надо. Идите у себя в аптестах, наводите порядок. Нечего тут нам. То есть он стоял в очереди и не купил. Он умирает от этого. Это мамонисты. Это не христиане. Нет. Это дикие звери. Захватили корабль. И они теперь тиранствуют. Я еще плохого сделал. И он видел это. Видел, он не подошел. Он увидел, когда я сделал замещание. Ну я беру такие уже экстренные совместимые понятия жизни. Получите. Вот такое все. И вот все в храмах иконы, иконы. Ни одна икона не нужна, если на то пошло. Без них можно спастись. Первые апостолы собирались по домам. А об иконах ни одного слова нет. Есть они, мы их приняли бы. Но не надо иконы. Бабки ходят по иконам, как слепые за стенку держатся. Пришел, стал молиться где-то. Священники у нас в каждом деталей парке, они какую-то находят щедотворную. Крестный ход там, как куда-то коренная икона. Это великорестский ход. А здесь у них Коробейникова. Где-то там нашли, на складе. Была брошенная. Она была перевернутая. По ней ходили крыльцо было. Ну, то есть, череса всякие. То есть, ничего не доказано было. И вот эту икону, теперь они обихаживают. Рисовали, конечно. Привезли ее, тут поставили. Народ идет. И быстро издали копию ее. Люди покупают эту копию. Подходят, он ее берет и намагнищивает. Трет той большую икону. И матой. То есть, он энергию снимает. Это колдуны настоящие. Иконка маленькая, другую, мат большой, натирает. Энергетику снимает. Это я свидетель сам. На следующий день ее куда-то везти. Но это не называют осветить маленькую иконку на чудотворной большой. Ну, вот осветитель. Ну, то есть, Бога не знают. Идолопохлонники. Самые настоящие. Это не просто, если их... Божья Матерь, тогда зачем бы Владимирская, там по порядку перечисляют, Казанская. Речь об иконе идет, не о Богородице. Казанская икона Божьей Матери. И название это. Ну, не Богородица же, а Казанская это. Казанская города. Говорить никак нельзя. И вот они эту икону с таймяем поставили. Ее со всех сторон растянули. Она стоит при цепе машины. К машине при цеп. И два священника с двух сторон сели. На корточки в эту. Во-первых, это не разрешается так ездить. Ну, по-другому никак. А они ее держат, и икона поехала лесом назад, чтобы дело было видно. Иногда они колокол ставят, колокол. Идут на крещенские воды, на обе. А они колокол этот сбронит. То есть игрушки, фентифлюшки. Как этот патриарх Кирилл сказал. Побрякушки. Все эти, говорит, настоятели придумали убрать все это. А у самого такая же. Ну, одного пускай будет. Вот видите, компания какая-то, президент, компания, президент, президенты. И только Рамзан Казыров, Сульманин, и говорит, президент один. Глава администрации. И от себя отменил. Понятно? Его там поносят. Он воевал против русских. Говорит, весь народ был так против, раз с нами так. И я был там. Не отрицают. Он сейчас отец своего был убитый. Ахмад Кадыров. И он там, герой России. Так, ты пошел кормить? Нет, я молоко пошел взять. Куда? Молоко пошел взять. Молоко. А молоко мне надо будет прогулять ураган. Вот так. Так не сделают. Ни один нигде не смог притворить в жизнь то, что у нас написано. Фотографировали, переписывали. Прямо, не знаю как. Торговли даже больше десятины. А кто будет платить приходящие десятину, доказательные чужие? Чего я ради буду? Здесь идет ты мне, я тебе. Бизнес, торговля. У нас нигде ничего не торгуется, нету. Ящики висит, добровольное пожертвование. Кто щедро сеет, щедро пожнет. Все. Я действительно обратил внимание, что у вас не покупаются записки о здравии. Вот в нашей церкви, ну это просто местно. Если ты хочешь, чтобы твоим усохшим родственникам или знакомым прочитали в алтаре, то ты подаешь или памятник, тогда вычитай панамаре, бесплатно. А если ты хочешь, чтобы его прочитал, эту записочку с именем твоих близких, о здравии, например, для его покоения священник, ну тогда надо платить деньги за это. Вот так это самосуется с каноном нашей церкви православной, населенской. А за третьей торговли в храме. И как быть, если человек хочет, чтобы человек был здоровый, или чтобы там свет ему было легче, и надо как-то упомянуть, чтобы от него имя упоминалось. Но не за деньги. Если ты хочешь помянуть, помяни сам дома. Главное, как, вы знаете, индийский лидер взял, там, Ганди, не входить на работу. И колониальный режим в Великобритании лопнул. Грузить корабли веком. Его из дома вытаскивают. Да ты же, там, начальник пристани. Ну и что? Я не хочу, чтобы мне деньги не нужны. И вот, товарищи, в десять раз больше не нужны мне деньги. Ничего нет, руки опустили. Все, корабли заставили, краны стоят. В храме не берите. И они стоят не будут. Почему этот человек выламывается, артист играет, танцор, потому что есть покупатель из Датого. Не платите. Ему есть нечего, но потом пойдет работать. Вы виноваты, кормите. Никогда не подходили. Не заказываются записки такие. Не нужны они. У нас записывает, старшая сестра записывает. Батюшке отдала, и больше ничего мы не знаем. Все. У нас тоже записывают. Но у нас как записывают? За упокой только тех, которые знали. Которые умерли во Христе. Отдельно за здравие. Только за верующих. За неверующих за здравие нет. А неверующих отдельно. Третья записка. Об обращении ко Христу. Ну вот это можно внести. Нет. Ну то есть мертвая вера. Мертвая. А сейчас-то бесовская. Бесы веруют и трепещут. Веруют. У нас все по разуму. Как мы понимаем. Вот его Акфим Никомедийский. Я завтра могу повторить. Его никто не знает. Они приезжают на архиереи. Он не может выговорить Никомедийский. Акфим. Они Нико-Нико-Нико-Нико-Нико стоят. Не может посчитать. Никомедийский. Это столица была Никомедия. Я начинал жить. Я выявил. Ни у одного святого этого не было. 32 тысячи прихожан. И всех возвел на небо. Такого не было. Я когда был в Синоди в Америке, в Нью-Йорке. И я прошепрошение подал. Чтобы наш храм так назывался. А почему? Я объяснил. Он сгорел. А у нас лагерь был. Восемнадцать раз же горел. Чтобы сохранил. После этого пожара ни одного не было. Как будто он взял нас под защиту. Но уже потеря открочала строиться. Это наше прошение было. Я подал. Они утвердили это. Документ выдали. Свято-Анфимовское в общем. Все. И еще один вопрос такой. По окончанию богослужения вечернего. Священник выступал с проповедью. С проповедью я на Златоук стало. Да, считай проповедь я на Златоук стало. Ну я знаю, что повсеместно в храмах такой проповеди, ну как правило, нету. Нету. В нашем храме его нету. Бога не дает такой проповеди. Хотя такие предложения были священнику выступать с проповедью. Как это делают, например, в нашем Свято-Васильевском монастыре Селенихольское. Там всегда священники по окончанию богослужения выступают с проповедью. Правда не по Слову Божьему. А о Житии Святых они рассказывают. Не такая там традиция. Традиция. Это не Слово Божье. Жития Святых и Слово Божье. Это Библия Святая. Священное Писание – это Святая Библия. Ей три названия. У нас так считают проповедь Яна Златоукста. Бывает там Яна Краштарского. То есть то, что утверждено в церкви. Одно время у нас даже начали рассчитать. До Ей Лассоева я сразу узнал и запретил. Зачем? Расхватает это. Я раньше говорил, в субботу две проповеди, в субботу две. Если среди недели праздник, еще четыре проповеди. Восемь проповедей в течение одной недели. Двадцать пять-тридцать минут каждую проповедь. То есть у меня тысячи проповедей. Тысячи. И каждая проповедь, это не просто, говорит, о чем бывает архиереи, одно и то же, от Адама до Ева. Здесь говорится обо всем в свете Библии. Определенное место Писания, которое высвечивается по Святым Отцам. Что коснулось собора в жития где-то. А в проповеди все у меня помещены в книгах. Там тысячу, кажется, триста проповедей. Тридцатьдесят восемь томов. Тридцать томов. И еще три. То есть триста тридцать томов. А вот от чего это зависит, что в священник обязательно выступал с проповедями, на вечернем богослужении? Ну на воскресном еще иногда выступают. Иногда, не везде. А вот именно на вечернем богослужении. Какая разница, народ пришел. И надо радоваться. Вот я когда в поезде раньше ездил, ну, куда-то ездили мы, то только садишься, и сразу начинается благовестие. И так много людей, общего года, проводник не может пройти. Забиты наверху полки все. Сидят внизу, в коридоре, есть другие и прочее. Интересно, люди. Очень. Интересно. Но тут надо иметь, да, от Бога, да, талант проповедника. У вас вон есть, и об этом никто не спорит, и даже сомнений нету. Но у других людей этого нет. Но тем не менее, им надо с чего-то начинать. Передалевать свой этот комплекс неполноценности, можно говоря. Знаешь больше слова? Говори его, не стесняйся. Да, вот так. Что ты сейчас стеснялся? Кого? Христа? Себя что-то зашипелявый, только сноязычный. Мысли твои не точно дорожаешь, как хотел бы. Ты же все-таки не являйся. Надо знать, о чем говорить. Обязательно. Да не будешь постыжен. Выйти на открытую проповедь, нужно доверить собору. Даже какие у меня были события, вот, допустим, как я в Исаакиевском соборе проповедовал, в Эльмитаже. Сколько людей. Забитые полностью помещения, билеты продают, а зайти никто не может. Мне уже, я говорю, так надо на улицу выйти. Я буду, если все рассказывать, мало кто поверит. У меня люди, которые со мной были. Просто я люблю Господа и люблю Слово Божие. Тогда Бог наполняет тебя благодатью. И ты знаешь, что именно. Вот в Третьяковской галереи мы зашли, я знал уже, где иконный зал. Туда зашел, со мной три наших человека, я им говорю. Говори громче, я громче. Полностью комната, ни пройти, ни продвинуться. Один к одному сжатая. А там, ну, буквально 10-15 минут, и вся комната забита. Я знаю неотразимость, благодать и Слово Божие. А какой уж там талант у меня нет, и какого образования духовного. Просто у меня есть один талант, страх Божий, что это последний раз, и удастся им еще и говорить. И любовь к Господу. Попы с ума сходят, когда слышат, да о, да лже-пророчества, да лже-старцы, да гуру, да. То есть все, что только они прочитали, а куда подставить, не знают. И это показывает, они глупые, глупые. Совсем не понимают даже, что суд Божий будет за каждое слово, что вы скажете. Конкретно я виноват, ты скажи, во свете Библии, во свете, а не во тьме ваших вымыслов. Чего же они меня не вызовут? 14-леткое слово, книги мои наполнили буквально Вселенную по всему миру. И ничего никто не вызывает. Исследовали специально миссионерские отделы, центрские отделы в разных епархиях, но нигде ничего нет. Игнатий Тихонович, вы как-то упоминали в своих личных молитвах об упокоении нашего бывшего схи-архмадрита Зоцина, настоятеля святого сирийского монастыря в селе Никольско-Волновакского района Желинской епархии. Вот батюшка этот отвечал за тем, схи-архмадрит, что у него был такой дар проповедника, к нему сходились люди отовсюду, храм всегда был переполнен. И мы замечали, что он в своих проповедях отвечал на наши мысленные вопросы. Для нас это было очень удивительно. Однажды, когда открылся храм на вечернем богослужении, я увидел, что он сначала был в монашеском одеянии, когда зашел туда. А когда открылся алтарь, почему-то это монашеское одеяние изменило на белое. Когда он успел тут переодеться? Или скажи, что не было видение какое-то, да? Но такой феномен интересный был, мне кажется, у нас всю жизнь запомнился. И он предрекал в своих проповедях о тех событиях, которые развернутся у нас на Украине. Даже я сам это слышал. Этот национализм, как он называл этих вот националистов, нацюки, подцюки. Подцюк это пороселок. Так что спасибо Христу, что вы упоминаете в ваших молитвах о упокоении нашего человека. Он книг не писал, но проповеди, которые сохранились, составили несколько книг. Очень такие хорошие. Ну, прямо сейчас читаешь, он тоже говорил о необходимости целомудрия. Чтобы наши перчи были не с накрашенными губами, не в коротких юбках. Это такое тоже практикуется, имеет место, к сожалению. То есть он говорил правдую матку откровенно. Не зря его очень любил и наш бывший президент Янукович. Он сумел, так сказать, и олигархов, как так сказать, поднять на дело благотворительность. Все-таки монастырь появился не на наших деньгах простых прихожан, а на деньгах крутых, как говорят, предпринимателей. И там сейчас, конечно, ну, хороший такой монастырь. И я обратил внимание, что у вас в селе Потерянки как бы тоже своего рода монастырь, только не только встав, что там нельзя жениться, нельзя так сказать. То есть нет, у вас обычное селение, но такое селение, в котором соблюдаются все монашеские, ну, не все монашеские правила, а многие монашеские правила. Не курить, не пить, не ругаться, быть честным. Но я такого ни в одном селе не видел. Вот сколько я живу, мне 58 лет, но чтобы увидеть это своими глазами, я никогда этого не видел. И для меня, конечно, теперь все эти туристические походы, паломнические поездки закончились. Если вы мне разрешите, то я, по милости Божьей, жив буду, если Господь управляет, то приезжать, с Вашего позволения, сюда, хотя бы в дни отпуска. Вот такое у меня сложилось наблюдение и впечатление. Есть такое выражение, говорит, я, говорю, полюбил, я разочаровался, что там видал, не так, а не надо очаровываться, не будешь разочаровываться. Это Андрей Акурат так писал. Да, ты сначала по Слову Божьему посмотри и понимай, перед тобой люди, вы не ангелы. Что-то вы видите, не так, это означает, мы не хотим, ну, говорит, не выметай ссор из избы, да что, ссори и жить. Как это, пословица какая? Ссор из избы. Ссор из избы необходимо сжигать, убирать. Это означает, у нас, бывают отношения, не просто так сели пообедали, а мы выговариваем друг другу. И документируете это, в видеороликах. Поэтому я видел это, как Вы воспитывали наших пастухов, которые поступили неблагоразумно, когда сошли столбики для моста предназначенные, вроде как такое село, такое православное, и такие инциденты происходят. Это жизнь, Вы на них реагируете, воспитываете людей. Я не боюсь этого. Вот Вы говорите, а кто поедет, узнает, такие люди, ну а что, в тихушку, в темную играть. В это время наступает исправление. Господь об Израиле как говорил, какие славопороки говорили. А Израиль один на весь мир. Тысячи лет прошли, мы считаем, как они их громили, как они их домили. Господь их называет самыми страшными именами. Кто глуп, как Израиль? Понятно? Ну, на этом все тогда. Слава Богу нашему, слава, аминь.